приветствую вас и отвечаю на ваш первый вопрос какие значит какие критерии достоверности полученных результатов можно сказать так что критерии у всех людей безусловно разные и а именно для человека для личности для индивидуальности важно только лишь один критерий чтобы результаты помогали человеку реализовываться во всех сферах своей жизни чтобы они приносили удовлетворение удовольствие радость счастье наслаждение уверенность в себе они развивали человека то есть чтобы человек постоянно получал новый опыт чтобы он постоянно прогрессировал двигался куда-то вперед и так далее и наверно это единственный критерий оценки которые может быть и может быть истинным для одного конкретного человека потому что безусловно критериев много это критерии. зрения общества это критерии. зрения семьи это критерии. зрения людей это критерии. зрения там коллег и прочего если обращать внимание на все эти критерии очень легко потерять себя потерять то, что делает каждый из нас уникальным, что делает каждый из нас особенным. И чтобы этого не произошло, важно все-таки именно слушать самого себя и именно то, что важно нам делать главным для себя, если это не вредит другим людям. Этот момент очень важен. То есть, если вы оцениваете то, что вы делаете, и как бы вы не оценивали свою деятельность, она не должна наносить вред другим людям, окружающим людям. И вот это единственный критерий, кроме вашего собственного, который нужно учитывать. По сути, больше и больше ничего учитывать не нужно. Отвечаю на наш второй вопрос. Верно ли, что истинная цель будет мотивировать сама по себе? Ну, можно прокомментировать. Так, ваш вопрос. Второй, значит, что, понимаете, можно знать, что какая-то цель является истиной. Можно знать. Вот человек, допустим, представляет, что он, допустим, должен там быть там кем-то, кем-то тем-то, но при этом у у него нету реальных возможностей для достижения. У него нету, по его мнению, выхода для того, чтобы этой цели достичь. Соответственно, мотивации не будет, потому что человек не видит возможность этой цели добиться, и так иначе возникает фрустрация. Чтобы она не возникала, нужно понимать, что цель сама по себе мотивировать, наверное, все-таки не может, потому что именно мотивация – это что-то более конкретное. Поэтому мотивировать придает смысл тому, что мы делаем, не цель. Цель – это, наверное, больше область представления, область идей. А мотивировать и придает смысл направлению нашей деятельности, конкретные задачи. И здесь важную роль начинает играть уже не сама цель, а организация деятельности по ее достижению. Разбивание цели на задачи, планирование выполнения этих самых задач. И четкое представление о том, в какой последовательности эти задачи будут выполняться. И вот уже задача, как наиболее приближенная, как наиболее осуществимая, и придает ту самую конкретную мотивацию для поведения человека. В качестве примера, чтобы было понятно, можно привести следующее. Значит, у человека есть цель – победить на чемпионате мира, скажем, по фигурному катанию. Первое место. Человек думает, что, чтобы это сделать, нужно для начала научиться кататься на коньках. Вот вам уже по сути дробление. Дробление основной цели происходит. То есть чемпионство – это цель конечная, цель идейная. Человек хочет этого добиться, но он думает, как-то лучше. Ну, понимаешь, первое – научиться кататься на коньках. Это тоже цель, но это уже цель, которая по отношению к изначальной цели есть задача. Далее, эта задача сама по себе делится тоже на еще более мелкие задачи, и она для них предстает целью. Чтобы научиться кататься на коньках, нужно сперва купить коньки. И если научиться на коньках кататься эта цель, и она достаточно отдаленная, то вот купить коньки – это достаточно обращивательная цель. Ибо вы точно знаете, что для этого нужно. Вы пойдете в магазин и купите коньки, или возьмете ее у другого, или у друга, или в аренду. И вы четко представляете себе цель, что вам нужно сделать. В принципе, вы четко представляете себе задачу. Вы эту задачу выполняете, и вы покупаете коньки. Дальше вы понимаете, что после этого нужно сделать. Вот вы купите коньки, и что дальше? Дальше вы идете на каток и начинаете учиться кататься. И эта задача, которая является составной для достижения цели научиться на коньках копаться, является, возможно, выполнимой только в случае, если выполнится первая задача. И вот именно так все происходит. Поэтому говорить о том, что истинная цель мотивирует сама по себе, я бы не стал. Конечно, если человек горит с этой целью, если он прямо эмоционален, верит в нее, то да. Но всегда при таком раскладе всегда есть какие-то даже самые фантастические варианты достижения ее. И только при наличии этих вариантов цель может мотивировать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если я помог вам сделать им адрес лучшим, пожалуйста, буду благодарен. Пока желаю вам удачи и всего доброго.